Вы согласны, что самое главное любить Господа? Много чего нужно, много чего важно, но все это все равно возвращается к этой простой, на первый взгляд, от простой истины. Возлюби Господа твоего всем сердцем и ближнего твоего, как самого себя. Аминь. Все равно все к этому возвращается. Аминь. И я так рад, что Господь благословил меня с замечательными друзьями. Очень удивительно вообще, совершенно незаслуженно. Но Бог благословил меня множеством замечательных друзей. Пастор Мамука и Эка, вы одни, я надеюсь, вы так же думаете обо мне. Что мы большие друзья, я верю. Мы очень ценим вас. Очень любим вас. Очень благодарны Богу за ваше служение. Раньше мы знали друг друга. Но у нас отношения были, вот как на конференции встретились. А сейчас мы соседи. А если вы живете на Кавказе, вы знаете, как много значит соседей. И теперь у нас такие отношения, другие. И я так благодарен Богу за ваше служение, за вашу церковь. За то, что 20 лет назад, или уже больше 22 года назад, Бог начал свою работу здесь. И я хочу передать самый теплый привет и чувство, и любовь от Церкви Слова Жизни в Баку, в Азербайджане. И у нас есть подарок для вас. Мы подумали, надо сделать что-то, чтобы пастор Мамука, когда заходит в свой офис, сразу же вспоминал про Азербайджан. О том, как мы его любим, и что у него есть там друзья. И мы купили такую красивую-красивую тарелку. Очень красивую, да. Расписанную национальными орнаментом. Надеюсь, по поводу того, чей это национальный орнамент спора не будет. Потому что этот спор уже решен, это азербайджанские национальные. Но мы хотим, чтобы вы, ну, где-нибудь там рядом, недалеко, повесили. Где захотите, но главное, смотрите, вспоминайте. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Поздравляем вас, также, дорогая церковь. Мы приехали, я приехал со своей женой, Жанной, мы уже полтора года как живем в Азербайджане. И также два наших брата, наша команда, не все, но двое здесь, пастор Юсиф, пастор Ильшан. Мы так рады, что вы с нами. И мы чудесно служим Господу, проповедуем Евангелие. И верим, что впереди есть много чудес от Бога. Аминь. Я тоже как почтальон. У меня есть длинный список приветов и поздравлений, которые я должен вам передать. Вчера я разговаривал и сегодня снова с пастором Кристианом из Упсалы. Пастор Кристиан Окрельм. Он мне сначала передал на словах привет. Потом позвонил еще раз, сказал. В конце концов, не выдержал и прислал мне сейчас звуковое сообщение, которое я переслал пастору Мамуке. где он от всего сердца поздравляет вас с днем рождения, дорогая церковь. Из Швеции шлет теплый привет. А в вашей церкви знают во многих странах. Потому что вчера я разговаривал с Альбертом Векстером из Израиля. И он спросил меня, где ты? Я говорю, в Тбилиси. Где еще я могу быть? Он говорит, почему? Я говорю, день рождения в церкви. Передай самый большой привет церкви пастор Мамуке. Так что передаю из Израиля тоже. Теплый шалом. Сегодня утром как будто все узнали, что я в Тбилиси. Из Средней Азии позвонил. Пастор Андрей Давыдов из Таджикистана и говорит, я чувствую, что ты должен быть в Тбилиси. Это не дарит Духа Святого, это Инстаграм. Но тем не менее. Он говорит, ты в Тбилиси? Я говорю, да. 20 лет? Да. Пожалуйста, передай теплый привет. И поздравь с днем рождения церковь. Москва присоединяется к поздравлению. Кажется, я всех упомянул. Пастор Мацула все поздравляют вас с юбилеем. Многие лета дорогие. Пусть Бог благословит вас. А мы радуемся. Это было такое длинное поздравление от нас и от тех, кто успели дозвониться. Слава Богу. Сегодня было такое чудесное служение днем. Большое спасибо пастору. Это была таблетка от поверхностного христианства. лекарства. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь становится поверхностной, слушай эту проповедь. Всякий раз, когда мы становимся слишком легкомысленными, слушай эту проповедь. Потому что ты понимаешь, ради чего мы живем. наше жительство на небесах. Мы ходим по земле. Да, мы должны касаться земли. Но наше сердце, наши мысли в горнем, там, где Христос сидит одесной отца. Аминь. Это дает нам цель и смысл. Это дает нам силу жить так, чтобы менять все вокруг. Что-то происходит с нами, когда мы начинаем так жить. Я один раз сидел в поезде и ехал из одного города в другой. Я думал, о Господе. Это же нормально, что мы думаем о Господе. Я думал о каких-то делах Божьих, о Господе. Вспоминал какие-то места Писания. Я не знаю, что в это время со мной происходило. Через какое-то время я обратил внимание, что соседи по купе начали на меня подозрительно поглядывать. Я думал, что со мной не так? Вроде все на месте. Ну, я не стал обращать внимания. Спустя какое-то время мы начали разговаривать. Ну, когда все достают все припасы, знаете, на стол начинают чай пить, кушать. И мне задали вопрос. Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Сказал, я пастор. Я служу Богу. И вдруг такая реакция была. А-а-а, теперь все понятно. Я говорю, что понятно? То-то мы смотрим, вы как бы не от мира сего. Я подумал, о, слава Богу. Слава Богу. Потому что, когда мы думаем о Господе, что-то происходит с нами. Наши глаза начинают светиться. Наши жизни начинают меняться. мы становимся солью для этой земли. Мы начинаем отличаться. Аминь. Так что, большое спасибо, пастор Артур. Вы действительно призвали нас ходить высоко. Спасибо. Аминь. Но я хочу подхватить тему, которую начал пастор Мамука. Когда он начал говорить вчера вечером, я даже чуть-чуть заволновался. Это только проповедники знают. Когда кто-то у тебя проповедь забирает. Потому что он начал говорить о том, о чем я собирался говорить. А потом я понял, что я смогу все равно свои пять копеек ставить. Наоборот, это стало для меня подтверждением. Если пастор говорит об этом, значит, это то, куда Бог движет церковь сейчас в Грузии. И он говорил о том, что Бог хочет открыть глаза твоего сердца. Чтобы ты что-то увидел. Что-то, что еще не видно глазам. Что-то Бог хочет вложить в твое сердце. Какую-то картину. Какое-то видение. Какую-то мечту. Которую он хочет, чтобы ты скрыл, спрятал в своем сердце до времени и носил там. Как ребенка. Верил. Удобрял это молитвами. Верой. Посвящением. Чтобы однажды ты мог увидеть то, что Бог говорил. Чтобы его слово могло исполниться. Сегодня я хочу дать два ключа к переменам в нашей жизни. Но я не хочу быть поверхностным. Потому что это не так. Нажми на эту кнопку и оно заработает. Эти ключи, которые только когда я с Богом общаюсь работают. Это не какой-то механизм автоматический. Но эти два ключа скрыты в ответе на два вопроса. Как в русской сказке. Смерть Кащея была в яйце. Яйцо в утке. И так далее. Нужно задать себе два вопроса. И честно ответить на них. И этот ответ поможет мне найти эти два ключа. Чтобы изменить любые обстоятельства. Пройти любые обстоятельства. Потому что я верю, что Бог способен сделать пустыню цветущим садом. Первый вопрос, который я хотел бы, чтобы мы задали себе. Что ты видишь? Иеремия 1.11. Бог призывает в первой главе молодого неопытного неуверенного сомневающегося молодого человека. Это мы его знаем как Иеремия. Это мы называем его книгу большим пророком. Один из больших пророков. Есть малые пророки, большие пророки. Когда Бог призывает Иеремию, он не думает о себе как о большом пророке. Он говорит, Господь, я молодой. Я вообще не знаю, может быть, ты не по адресу пришел. Но Бог его убеждает, что он ставит его для какой-то задачи. Ставит его для задачи. Он дает ему призвание. И первое, что он его спрашивает, в одиннадцатом стихе первой главы. Иеремия. Что ты видишь? Дорогой брат и сестра. Сегодня я хочу задать точно такой же вопрос. Но, во-первых, говоря об Иеремии, я скажу, что Бог сегодня хочет поднять новое поколение лидеров, которые горят видением. Которые горят словом. Которые жаждут Бога. Любят Библию. Да, они используют современные методы. Есть хииз. Или что-то другое. Но они по-доброму консервативные. Они любят Библию. Потому что никакие социальные сети, никакие современные методы не заменят сверхъестественного семени Божьего, которое Бог хочет заранить в наше сердце. Семя слова. Семя видения. Итак, что ты видишь? В Деянии 2 главе 16 стиха. Бог говорит о том, что Дух Святой сойдет на церковь, на всю плоть. Юноши будут видеть видение. Бог хочет что-то тебе показать. Иеремия 33.3 Воззови ко мне. Я отвечу тебе. И покажу. Бог, оказывается, хочет показать. Бог хочет что-то нам показать. Иеремия в этой главе пророчествует вообще-то Иерусалиму, который в осаде находится. Иерусалима сожжен. В городе голод. Ужас. Люди счастливы, если маслиная голова досталась. Те, кто осадили, постоянно обстреливают город. изметательных машин. Если вы видели исторические фильмы, вы помните, что они часто обливали нефтью камни. Или брали большие сосуды с нефтью, поджигали и бросали. В Иерусалиме пожары. Осада длится уже больше девяти месяцев. Люди в отчаянии. Врагов намного больше, чем тех, кто охраняет город. И вот в это время, когда помощи ждать неоткуда, пастор говорит, ты смотришь на север, на юг, на запад, на восток, и думаешь, откуда помощь придется. Бог посылает Иеремию в Израиле. И он говорит, я тебе хочу что-то показать. Город горит, здания разрушены, никакой надежды, люди голодают. Какой там смех? там, где когда-то слышен был смех, один плач. А Бог говорит, Иеремия, подожди, читайте дальше всю эту главу. Он говорит, Иеремия, то, что ты сейчас видишь, не навсегда. Потому что снова зацветут виноградники. Снова будет детский смех на улицах. Снова жених и невеста будут радоваться. Снова дома будут строиться. Все будет хорошо. То, что ты видишь сейчас не навсегда. Я хочу тебе что-то другое показать. В это время Иеремия сидит в яме. Арестованный. Что он там видит? Мало что хорошего. И Бог показывает ему совсем другую картину. Которая падает в его сердце. И становится путеводной звездой для Израиля на следующие 70 лет. Может быть, ты скажешь, но я не готов ждать 70 лет. Ну, может быть, тебе не надо будет ждать 70 лет. Но Бог поколений. Я думал, когда мне было 18 или 19. Я покаялся, когда мне было 19. когда мне было 20, может быть. То где-то к 25, но самое позднее, к 28 годам. Я уже все увижу. Я понял, что это не так. Что есть вещи, которые Бог делает в течение поколений. что-то я, возможно, увижу, как мои дети будут делать. И буду радоваться, что они это делают. Моей радостью будет то, что я дорожку для них протопал. И видение им передал. Как эстафетную палочку. И так, что ты видишь? Дух Святой пришел, чтобы что-то показать тебе. Есть картина видимой реальности. А есть картина Божьей реальности. И если ты заглянешь в свое сердце и ответишь на этот вопрос, то, что ты сейчас видишь, то, что закладывает твое сердце, то, что пленило твои мысли и твою внутренность, это видимая реальность. Или Божья реальность. Если видимая реальность, так легко стать негативным. Так легко быть все время недовольным. Так легко, как пастор говорил, все время говорить, ну вот был бы я где-то в другом месте. Где угодно могло бы что угодно со мной произойти, только не здесь. Я встречаюсь периодически с людьми. Даже часто, чаще, чем хотелось бы. Как плохо там, где они находятся. И я искренне понимаю их. Потому что я нахожусь там же, где они. В том же самом. Но я также понимаю, что выход из этого начинается не тогда, когда я зол на весь мир. Вот же угораздило меня здесь оказаться. Но ведь есть же счастливчики, которые где-то в другом месте. А я здесь. Это значит, ты видишь видимую реальность только. Но есть Божья реальность. О чем ты мечтаешь? Что ты видишь? Ответь себе на этот вопрос. Может быть, во время даже этого дня. Может быть, когда ты вернешься домой. Бог будет говорить с тобой. Он будет тебе что-то показывать. Что-то, как может все быть. А не так, как ты видишь это сегодня. Позволь этой картине пленить тебя. Отдай себя этому. Дух Святой джентльмен. Он воспитанный. Это значит, что он не придет и не захватит тебя силой. Помнишь, как написано в пророках? Я влек вас. Он будет говорить тебе «Пошли». Я хочу что-то тебе показать. Он будет показывать и тебе эти картины. Вот почему мы иногда такие глухие на слышание. Как пророки говорят. Кто так слеп? Как раб мой. Потому что порой мы думаем, что эти картины, этот тихий голос должен приходить как шторм обязательно. Не обязательно. Он может прийти очень тихо и нежно. Несколько судьбоносных моментов для меня. Когда Бог мне ясно вложил в сердце, что он призывает меня стать частью слова жизни. Частью этого движения. Я вообще бежал в это время. Утром пробежкой занимался. И в это время Бог заговорил со мной, как будто бы он рядом со мной бежал. Второй раз, когда Бог говорил снова мою жизнь судьбоносно, я был в депрессии и летел в самолете. Я бы хотел сказать вам честно, что я наоборот был на коне и в посте. Бог нас встречает в такие моменты, когда нам нечем гордиться. И так важно, что ты видишь. Очень спокойно он может прийти. Когда мы женились, больше 20 лет тому назад, извиняюсь, 20 лет назад, да, мы женились, у нас медовый месяц. мы счастливые через две недели после свадьбы и оказываюсь в больнице с очень серьезным диагнозом. По сути, как бывший медик, я вам скажу, практически неизлечимым. и один муж Божий подошел к моей жене. И сказал, знаешь, что сделай? Возьми фотографию своего мужа, где он счастливый и улыбается. поставь дома и смотри на нее. Потому что вот что Бог сделает с ним. Он будет таким. Она верила. Это ту картину, которую Бог ей показал. Когда она приходила в больницу, смотрела на меня, наверное, я так не выглядел. Когда она возвращалась домой, там была фотография со свадьбы, где я счастливый стою. Потом она возвращалась домой опять. В больницу ко мне приходила когда? Там снова я так не выглядел. Но шаг за шагом. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Я думаю, что я еще по-прежнему не выгляжу, как на этой фотографии. Но я говорю о том, что картина, которую Бог хочет вложить внутрь тебя. может помочь тебе изменить ситуацию. Может быть в твоей стране. Причем Бог не ограничен. Он может это сделать как в стране, так и в личной жизни. Аминь. Если ты увидишь то, что Он хочет тебе показать. и второй вопрос, на который тебе нужно найти ответ. Что ты видишь? И второй вопрос. Что ты слышишь? Что ты слышишь? Второе говорит. Мы ходим верой о невидении. А вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Итак, что Дух Святой говорит тебе сегодня? Я не знаю, что обстоятельства говорят тебе. Я не знаю, другие люди говорят тебе. Пастор Ату так хорошо сегодня говорил, что ты не должен, если хочешь пройти свою пустыню, ты не должен переживать, что люди скажут. Это нелегко. потому что мы все социальные существа, нам не безразлично, что люди думают. Но бывает так, что извне приходит один негатив. Неверие, сомнение, много разных вещей, которые начинают травить твою веру. тогда тебе не надо делать так. с вами больше не разговариваю. Вера действует любовью. Тебе нужно улыбнуться. Большое спасибо за совет. Но внутреннее ухо закрыть. Аминь. Тебе не обязательно грубить людям. Тебе совсем не обязательно это делать. Можно быть вежливым. Это помогает. Аминь. Аминь. что ты слышишь? Третье царство. Мы уже заканчиваем. Третье царство. 18 глава. Удивительная история. У вас может быть первое царство. Первое Самуило. Первое, второе Самуило и первое второе царство. Да? А в русском это четыре царства. Книг Самуила нет. Но это или первое царство наверное у вас или или третье царство по-русски. Хорошо. Там есть история. Мы все ее знаем. Илья огонь сводит на жертву. Но это еще не все чудо. Вообще то давайте помнить что он туда пришел ради дождя. не ради огня. Огонь это только начало было. Должен был еще дождь прийти. А вот с дождем пришлось немножко поработать. Давайте прочтем с 41 стиха. И сказал Илья Ахаву пойди ешь и пей ибо слышен шум дождя. Ничего 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 да 18 глава 41 стиха он говорит здесь что слышен шум дождя еще не было. У меня такой вопрос как он мог быть слышен если дождя еще не было. Дождя не было. Вообще не было. Более того мы читаем что он посылает своего слугу смотрит и говорит никаких признаков даже. Ты был когда-то в таких местах когда то что ты слышишь внутри противоречит тому что ты выглядываешь и думаешь ну где же то что я слышу внутри а его нет он посылает его еще раз а что в это время он делает он очень интересное дело делает он написано садиться на землю кладет ноги ой извините голову между ног о чем мне это говорит что минимум фитнесом занимался хорошей формы кто из нас возьмет ногу и голову сюда но я понимаю что в этот момент что-то происходит из из глубины своего сердца из глубины своего естества в молитве Илья рождает то что он слышит в своем сердце но что не видно глазам но если бы он не слышал он бы даже родить не смог он бы просто фитнесом занимался что тоже полезно конечно на свежем воздухе но это не то ради чего он пришел бог хочет чтобы мы слышали мы говорили много о служении пророка или о том что бог хочет поднять пророческий дух и пастор так точно сказал это не те кто говорят я знал а это те кто дождь привести могут это не только те кто знал что будет так это все знаете жизнь всегда легко понять в зеркало заднего вида все мы такие умные когда в зеркало оглядываемся назад о да 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 это не пророчество что угодно и так вот настоящий пророк слышит и действует молится в молитве прокладывает путь тому что Бог говорит а что Бог говорит я не знаю может быть Дух Святой просто нашептал на ухо Илья шесть леба с улицами дам курши у чурчула Илья шум дождя шум дождя и после этого он посылает раз посылает два шесть раз ничего как и в Иерихоне ничего никаких изменений Илья продолжает некоторые из нас отказались от того что слышали на третий раз может я неправильно услышал Ладно огня достаточно сегодня весь народ увидел что Господь есть Бог этого достаточно это уже чудо но Бог хочет сделать больше я слышал людей которые говорили вау в 90 годах дорогие это только огонь это только начало чудо ооо столько людей спасалось столько всего можно было сделать а как насчет дождя позднего дождя Бог не закончил все в 90 Бог только начал и я верю верю дорогой брат и сестра всем сердцем что слышен шум дождя слышен шум дождя но Бог хочет нас привлечь в эту армию которая будет как Илья молиться и в ходатайстве прокладывать путь но которое не только будет ходатайство но и действовать аминь действовать писание говорит что последнее время придет помните Иоанн предтеча о нем сказано что он придет в духе и силе Ильи будет действовать Иоанн предтеча Иоанн креститель он действовал нам нужно тоже действовать и на седьмой раз написано в сорок четвертом стихе вот небольшое облачко поднимается от моря величиной с ладонь и сказал Ахаву запрягай колесницу езжай чтобы не застал тебя дождь и сел Ахав в колесницу и поехал а небо сделалось мрачно от туч и от ветра и пошел большой дождь дождь в Библии всегда говорит об излиянии Святого Духа об излиянии Божьей милости и благодати и так что мы слышим сегодня слухи слухи сплетни страхи мнение людей а сейчас другая ситуация люди не хотят слышать Евангелие сейчас это вряд ли возможно в 90-м была особая атмосфера люди были все разочарованы если ты считаешь что люди были разочарованы значит ты давно с живыми людьми не общался потому что они не меньше разочарованы даже больше потому что они уже попробовали материальные блага в 90-х мы верили искренне что доллар может все проблемы решить потому что у нас их не было а потом появились люди они пришли к ним и они увидели что мамона обманывает еще больше разочарования пришли аминь о чем Бог говорит сегодня что ты видишь и что ты слышишь два ключа к тому чтобы запустить изменения в твоей жизни в твоей церкви в твоих обстоятельствах в твоей семье в твоем городе в твоей стране спроси себя и спроси Бога скажи Господь может быть я вижу только видимое поэтому у меня всегда нет настроения может быть я вижу только или слышу только негативное посреди всего этого что ты хочешь сказать что ты хочешь сказать и я уверен что он возьмет твое сердце и поднимет к своему престолу подует на тебя и ты воскреснешь конечно помнишь был один такой человек Гиези звали его Гиези слуга Елисея он однажды в панику впал потому что солдаты окружили место где Елисей находился он прибежал к Елисею и говорит Елисей посмотри что происходит вокруг это конец Елисей спокойный пророк потому что пророк это тот кто что-то видит и что-то слышит аминь он спокоен он говорит Гиези не переживай как не переживать ты в окно выгляни ты посмотри что творится ты совсем потерял контакт с реальностью успокойся Гиези потом Елисей понял что его уже так просто не успокоить когда он молится и говорит Господь открой ему глаза покажи пусть он увидит что я вижу что тех кто с нами больше чем тех кто против нас и что-то с Гиези происходит и вдруг он видит все вокруг в огненных колесницах мир приходит в его сердце даже к Гиезию мир смог прийти он был не очень хороший человек потому что он что-то увидел и я молюсь сегодня чтобы Бог открыл глаза каждого чтобы Бог открыл уши каждого из нас чтобы мы услышали шум дождя чтобы мы увидели Божью картину Аминь до